Итак, мы продолжаем наш разговор об итальянской карьере Эльдора Шамуродова, который недавно отметился забитым мячом в матче против Самбдории. В матче, который, кстати, был, можно сказать, принципиальным для Эльдора, потому что Самбдория — это команда из Генуи, а ранее, до футбольного клуба Рома, Шамуродов защищал цвета футбольной команды Дженуа. Поэтому здесь, можно сказать, забил бывшим соседям, потому что сам Шамуродов ранее также выступал за команду из Генуи. В общем, такой вот любопытный нюанс. Ну и вообще, этот мяч может стать поворотным для Шамуродова в текущем сезоне, потому что ранее он, к сожалению, оказывался в основном на скамейке запасных, и этот матч он тоже начал в резерве, но вышел в итоге по ходу второго тайма и забил единственный мяч Ромы в этой встрече. Ну и что еще очень важно, в данной игре против Самбдории травму получил Тэми Абрахам, нападающий Рома, основной форвард, который выпал до середины января месяца. Будет он в лазарете. Короче говоря, у Эльдора может появиться определенный шанс. И давайте обсудим, в каком состоянии он был в этой встрече, и как итальянцы отреагировали на его успех. Я зашел в соцсети и собрал тут самые интересные комментарии итальянских фанатов на данную тему. Ну и сейчас, понятное дело, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания BaltBet, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте BaltBet, а также введете промокод FUTBOLKALUZKYY, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Луиджи Валентини написал, Шамуродов снова доказал, что он способен приносить пользу команде. Для бывшего игрока Дженуа дело чести забить ворота соседской команды. Ну, то есть сам Дори. Мне кажется, он достоин более серьезных игровых минут, чем то, что получает от Мауриньо. Надеюсь, ему будут больше доверять в дальнейшей части сезона. Ну что ж, посмотрим. Интересно действительно, как поменяется, скажем так, место Шамуродова в клубной иерархии после этого забитого мяча. Паул Франге. Будет интересно посмотреть на Шамуродова в ближайших матчах. Выходя со скамейки, он великолепен. Но в следующих матчах, видимо, не сыграет Абрахан. И Эльдору надо будет доказать, что он способен приносить пользу, выходя в стартовом составе. Посмотрим опять же. Вполне возможно, Шамуродов получит свой шанс, учитывая повреждения Абрахана. Марк Зоро написал, Шамуродов еще в Джену отличался умением ждать своего шанса. Его также сажали на скамейку запасных, а он выходил на замену и забивал мячи. Поэтому я и радовался, что мы купили Шамуродова. Он из СССР и надежный, как автомат Калашникова. Он не подведет. Забавное сравнение, помнится, с автоматом Калашникова сравнивали нашего баскетболиста Кириленко. Но вот, пожалуйста, теперь еще и Эльдор сравнивают. Джанни Грациани написал, Ужасно обидно, что такого толкового нападающего, как Шамуродов, держат на скамейке запасных. А все потому, что американские владельцы требуют больше инклюзивности. Поэтому в основе должен выйти темнокожий Абрахан, а когда он получает травму, вместо него выходит темнокожий Гьян. И только потом, когда понятно, что мы не можем забить, выходит Эльдор и забивает. Ну что ж. Интересная теория, в ответ на это Элиза Виктория написал. Не несите чушь. Фридкин требует не инклюзивности, а того, чтобы Абрахан, в которого вложили 40 миллионов, появлялся на поле. Ну, Фридкин — это владелец Ромы, американский гражданин, который вполне возможно действительно требует, чтобы игрок, купленный за 40 лямов, попадал на футбольное поле. Это логично. Патрик Кемпита написал. Когда Абрахама пришлось менять, у меня началась паника. Я подумал, кто теперь сыграет в нападении? Вышел Эльдор и ответил на этот вопрос. Уже через 10 минут забил мяч. Ну, получилось действительно эффектно. Только появился и почти сразу забил. Лука Окинеро написал. Шумродов — очень настырный форвард. Этим он мне всегда нравился. Еще в Дженуа. Попытался прострелить, соперник отбился. Но Шумродов оказался первым на мяче и сразу ударил. Он постоянно нацелен на обострение. Ну и Джузеппе Партанпео написал. У Шумродова 8 баллов результативности за 869 минут в текущем сезоне, а у Абрахама 15 баллов за 1875. Но играть будет, конечно же, англичанин, потому что он дорогой и он пришел из английской премьеры лиги. Ну что ж, если мы посмотрим эффективность, то получается, что Шумродов действительно чаще забивает мячей и отдают голевые передачи. Но пока что место в стартовом составе доверяют именно Абрахаму. Посмотрим, что будет дальше. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.